Медлокознание доктора Олены Березовской. Что делать, если женщина случайно приняла алкоголь, и она не знала, что она беременна, и, конечно же, у нее паника бежать в больницу, делать аборт или будут какие-то пороки развития. Выводы о том, что алкоголь является тератогенным и может вызвать пороки развития, были сделаны не 50-70 лет тому назад, и в основном в группах беременных, которые злоупотребляли алкоголем, то есть были хроническими алкоголиками. Последние данные, последних исследований показывают, что небольшие порции алкоголя и даже регулярный прием небольших порций алкоголя пороки развития не вызывает. Исследования также показали, что уровни пороков развития даже в тех странах, где вино, например, используют в качестве компота чуть ли не каждый день, то есть Испания, Португалия, Италия, уровни пороков развития там довольно низкие, поэтому паниковать никогда не нужно. Минутка знаний от доктора Елены Березовской. Я уже говорила об алкоголе и беременности, и я хочу, чтобы вы меня поняли правильно и не бросали, так сказать, камни в мою сторону или же исковеркнули мои рекомендации. Я не рекомендую прием алкоголя во время беременности, но в то же время я стараюсь донести мысль, что даже если женщина выпила немного какого-то алкогольного напитка, даже, скажем, это была водка или коньяк, это не значит, что нужно срочно бежать к врачу и прерывать беременность или сидеть, плакать, реветь, рвать на себе волосы, что вот случайно была выпита какая-то порция алкоголя. В то же время регулярно пить, принимать алкоголь, даже тоже вино или даже пиво я не рекомендую во время беременности.